По последним данным, которые подтвердила и английская разведка, оборона наших врагов в Мариупе выглядит таким полумесяцем, примекающим к морю, и он еще захватывает завод Ильича, Азов-Сталь, вот эта вся огромная промзона. Там обороняются украинские мордихи, Азов 56-я, кажется, мотострелковая дивизия. Но, значит, по данным объективного контроля, 70% Мариуполя под нами, 30% держат пока Великая Украина. Дим, вот те вертолеты, которые пытаются долететь до Азов-Стали и которые периодически сбивают, кого они оттуда пытаются забрать? Есть понимание, кто там находится? Я так думал, что там сидела куча советников, какие-то спецы по тихой войне, разведчики, ну и просто политиканы. Причем эти люди заезжали не через правительство Украины, а по личным контактам батальона с английско-американской разведкой. Их надо спасти, но я очень надеюсь, что их вытащат за шиворот из технологических тоннелей под Азов-Стали и будут показывать по всем телеканалам планеты. Мы их спросим, что они там делали и зачем. Но если все к этому пойдет, я думаю, там свои же, если там нацисты для них свои же, не дадут им дожить до конца. Посмотрим, будет еще интереснее. Вот мне, честно, там никому не жалко. Нервы кончились, милосердия тоже. И выпускать никого оттуда не собираются? Еще раз, Рома, Эхар. Выпускать оттуда никого не собираются из-за Азов-Стали? Не расслышал. По гуманитарным коридорам кто-то может оттуда выйти из-за боевиков? Или уже не берут в плен? Они просачиваются с местными жителями. Вот неофициально мне сказали, что буквально на днях одного из командиров Азова отловили уже на погранпереходе Успенка. Контроль в прифлорентовой зоне в ДНР усилили. И под Донецком прямо я видел огромные отстойники машин с беженцами. Там людей тщательно проверяли уже, наверное, в 10-20 раз. Они еще бегают по частному сектору. Теоретически через него не могут просочиться. Но вот я несколько дней назад с батальоном Азов участвовал как раз в зачистке такого сектора. Справа от нас шел стрелковый бой с артиллерией, минометами. А буквально через 300 метров мы уже зачищали дома от людей из Азова, которые там могут теоретически остаться и спрятаться. — Дим, я сейчас показываю зрителям фотографию, где сидит бабушка в парке на лавочке, а рядом с ней валяется каска. Это вот из твоего телеграм-канала. Это же тоже такой символ этой битвы в морю. Причем она сидела прямо на простреле. Я когда из машины выскочил, мне там товарищи заорали, куда? Ну, я должен был сделать этот снимок и должен был забрать каску. У меня проблема с каской вот последние месяцы. Но каска на меня не налезла. Там либо Азовец был микроцифон, либо это каска человека из Азов-Югенда. Ребенка, у них много было подростков. Значит, такая загадка. Я пробил его позывной, бабай, но пока ничего не нашлось.